В Рижский зоопарк на этой неделе привезли двух раненых тюленят. Одному пришлось усыпить, второй потихоньку идёт на поправку. Как следует себя вести при встрече с детёнышами, лучше всего не подходить, говорят в Рижском зоопарке. Этому тюленёнку всего около трёх-четырёх недель. Он был найден два дня назад на пляже Ветеки. Ветеринары оценили его состояние как критическое. Один глаз повреждён, вес меньше 10 килограммов. Сейчас ему дают антибиотики и откармливают. Он очень худой, жира у него, можно сказать, что нет. Потому что в этом возрасте приличный тюлень должен весить минимум 30, лучше 40 килограммов. Это такой большой-большой шарик с маленькой головой, агрессивный, кусачий. Но то, что мы видели сегодня, это абсолютно шарик не напоминает. В ближайшие несколько недель встречи людей с детёнышами тюлени будут происходить всё чаще, говорят специалисты. Если люди находят тюленёнка, тогда главное действие — это не трогать. Потому что он может даже кусать и быть агрессивным. И немножко отойти подальше, оставить его в покое и просто посмотреть, ранен или не ранен. Тюленёнка нельзя кормить или укрывать, и не нужно пытаться вернуть в море. Он, отдохнув, сам туда вернётся. При прогулке с собакой её надо взять на поводок и не подпускать к малышу. Если детёныш ранен, выглядит ослабленным, то следует звонить специалистам управления охраны природы по телефону 29 19 85 90. Они сами в случае необходимости отвезут тюленёнка в зоопарк. Здесь, в зоопарке, за 20 лет выходили уже около сотни малышей. Конечно, старались всех выкормить. В те времена есть проблемы с рыбой. Потому что есть рыба, которая в льду, но когда она тает, она мягкая, и им не нравится. Надо было бегать на базар. Когда малыши подрастают, их либо отдают в другие зоологические сады, латвийские тюлени живут в Южной Америке, Китае, Европе, или же отпускают на волю. Галина Садовник Марис Юргенсенс, Латвийское телевидение.